на дороге в ялта мы остановились возле храма святителя николая памяти погибших на водах вот я вспомнил и а а и а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 сейчас будем посещать музей катастроф на водах интересным уже будем здесь второй раз как он выглядит и над ним как раз стоит храм там очень интересная экскурсовод рассказывает то есть вообще про все катастрофы и курс и титаник и армения и адмирал нахима в 86 году который погиб без маски запрещен внимание просим вас соблюдать дистанцию пути это как берем масочки оба это этих у кого водолазнику погружается ты и ботинки потому что тут рассмотрели такие до игрок да ты просто уже вечно тебе не помнишь да видишь мы тогда прошли ты уже не помнишь два года по титаник Здесь похоже рассказывает. Создатели решают назвать уникальное судно «Китай». На тот момент это был самый большой движущийся объект, созданный человеком. Длина 269 метров. Это протяженность двух лондонских кварталов. Если бы можно было поставить Китаник вертикально, он оказался бы почти двое раза выше термины Хеопса и собора Святого Петра в Исме. На 100 метров выше термского собора и на 20 метров выше Мильонского небоскреба Губа. Ширина 30 метров. Высота света верхушек. Точнее 53 метра. Средняя осадка более 10 метров. Находная часть высотой из 14-ти этажный дом. Находная воды 5,56. Полный шкильм. Удивительно спокойная ночь. Ни дуновенья. Спать неделю не хочется. Свершаем вечерний моцион. С верхней баллы видно, как дежурный матрос. Идет чай. В 10 метрах стоя на паркурсу темную глубину 30 метров высотой. Две недели назад этот аэкбер попал в лабородовское течение. Начал подтаивать и переворачиваться. От этого его поверхность стала полупозрачной. Я прошу. Сотвозная часть Казберга раскребла обшивку Титаника на 90 метров по правому горту. Так, 14 апреля в 23 часа 40 минут. Ниже возраста времени гигантского лайнера. Прословно подведена черта от беременной цепи случайностей, совпадений, недосумений и человеческого чистолюбия. Прословно подведена черта от беременной цепи случайностей. Продолжение следует... Стоячем части по Munka RAM. РО смотрящего в донду бинокль, и он смог бы увидеть айсберг за три мили. Если бы радист Риупс не был так занят частными телеграммами, он обратил бы внимание на последнее предупреждение судна «Каллифорниан» с точными координатами опасной зоны. Если бы капитан Смит снизил скорость при вхождении в опасную зону, «Титаник» успел бы совершить маневр. Если бы айсберг незадолго до этого не перевернулся, его сияющая белая поверхность была бы видна за гидру. Если бы не было мертвого шкиля, местонаграждение айсберга указали бы белые барашки на волнах вокруг него. Если бы в ту ночь светила луна, предусмотрящий увидел бы даже темный айсберг на 15 секунд раньше. Если бы старший помощник Нердок не дал команду «Стоп, машина!», корабль успел бы к ее руке еще на несколько градусов. И тогда Китаник спокойно продолжил бы свой путь. Пассажирский парадокмирал Нерфимов готовится к открытию спорта на Россию. На его борту 897 пассажиров и 346 членов экипы. Кто же мог предположить, что далеко не все они на животе рассеют? Для него этот рейс окажется раком. Ровно в 22.00 Нерфимов уходит от птичка. В каютах нижних баллов, невзирая на правила безопасности, тут же распахиваются иллюминаторы. На старом Нерфимове плохо работает вентиляционная система. В 22.20 комитет Нерфимова-Марков принимает первое сообщение из берега. Здорово, Нерфимов, как слышите меня? Слышу хорошо. Правда, в третьем точке встречи с Монсором создалось море. Курсом 58 градусов. Курсом 58 градусов. Курсом 58 градусов. Движется пароход Нерфимов. В 22.59 капитан Нерфимов бросил последний взгляд на приближающийся справа сухордуз. Тот шел, не снижая скорости, и до него оставалось около 10 километров. Поустар в такой ситуации командир не может покинуть свой пуск. Но Марков передает управление вахтинному помощнику Черновскому и уходит к себе в корридору. Приняв вахту, Черновский за беспокоиться. Расстояние между Нерфимовым и Сухом грузом быстро сокращалось. А на Петре-Васюре все не снижает скорость. Тот шел, я поработал Нерфимов. Ваш курс, ваше действие. Я курс 36, 28, половина. Вы можете нас пропустить? У нас на борту 1400 и наш курс 160. Едите. Мы можем идти тем же курсами и исправлять обороты. Да, можете идти. Корабли продолжали сближаться. Нервничает, Чудновский начинает бестолково поворачивать корабль, усугубляя ситуацию. Комитант супергруза Виктор Ткаченко о маневрах Чудновского не знали. В 23.05 за 7 минут до столкновения Ткаченко наконец отрывает взгляд от прибора и видит быстро приближающийся пассажирский пароход. Итог, который Ткаченко совершает ошибку. Ее зафиксировала вот эта чудом сохранившаяся лента реверса. Надо было резко сборить ход и тем самым предотвратить столкновение. Но Ткаченко замедляет ход платно. Лишь за 2 минуты до столкновения он командует полный назад. Но груженный доверху супергруза не слушает своего капитана, и бейдерцы движутся вперед. Часы на Нахимове показывают 23.12. Удар пришелся в правую грудь прямо в машинной идее. Нахимов еще продолжает двигаться. И вот этот острый поле сухотруза разрывается и больше. 4 минуты после столкновения судно еще больше заваливается на правую грудь. И толпа в несколько сотен человек в панике устремляется на левую грудь. Вера Федорчук во руководится. Ей было всего 28. Зная, что в каёте закрыты дети, родители не могут найти ключи. Она бросилась искать запасные. Веру, как и найдут водолазы, вот с этими ключами, крепко зажатыми руки. Библиотека Таря Денкова. Она отдала свой спасательный жилет женщине-слибом, хотя сама не умела плавать. 6 минут после столкновения обезумевшая толпа почти в тысячу человек в поисках спасения в полной темноте мечется по субботу. До ряда круга люди застревают в узких коридорах. Через несколько дней бывалые водолазы будут впадать в шоковое состояние от увиденного. 23.20. Через 8 минут после столкновения пароход Адмирал Нахимов последний раз в пыльных трубах уходит походу. Будущих собой всех, кто застрял в каючных коридорах и тех, кто попал в армух образовавшегося водолаза. Барахтающиеся в воде люди видят черные силуэты огромного корабля, протаранившего Адмиралов. Они плавят к ним, но забраться из воды на 6-метровый борт невозможно. Вперед утром бортовые катера уже доставили на берег всех спасенных пассажиров и членов экипажа парохода Адмиралов. Всего 820 человек. 820 из 1243. В течение двух недель водолазы еще и извлекают измерения из портов Нахимова человеческие тела 359 тел. Им присваивают номера и складывают в вагоны-рефрижераторы грузового парня. Пять вагонов. И все это время в вагоны заводят съехавшихся в Новороссийский день. Среди сотен мертвых тел они ищут своих детей, матерей, внуков, сестер. На борту Нахимова так и остались тела 64-х человек. Польский погибших прекращает 15 сентября. После того, как в лавеинтре затонувшего парохода погибли двое военных водолазов. Пойдем. Надо папу здесь фотографировать. Как ты наступил ее? Мы уже не улыбнулись. Мы уже на то, что мы гадем. Ух, уже малого воздействия. Как ты перебрали. Гарсамальцы берет кормой карны, ушел над нам. Заложниками. Он мог нести в бакс, четыре крылатые пакеты и столько же торфет 6-аппарат на торфетном отсете. 12 августа 2000 году, во время масштабных военных лечений, Курск тонет в баре в свое море. На глубине садовских метров. Причина гибели Курска называет детонацию перексида водорода в учебной торпеде. По другой неофициальной версии, Курск был атакован подводной лодкой «Менфис». Известно, что во время военных учений в море находились две американские подводные лодки «Менфис» и «Толедов». Комбинат судна «Менфис» неправильно истолковал маневры Курска, решив, что тот хочет атаковать «Толедов», и атакует Курск первым. Выпустил торпеду МК-48, которая попадает между командным и торпедовым сетом. 23 члена экипажа остаются живыми в течение трех дней, запертых в девятой отсеке. Первые свою помощь предлагают норвежцы. С помощью специального корабля они предлагают поднять лодку, закормить, вскрыть девятый отсек. Но на протяжении девяти дней Курску никого не подпускают. На борту находилось 118 членов экипажа, и все они погибли. Их имена и звание вы можете видеть на этих черных банках. Вашему вниманию видео сюжет. 10 августа 2000 года. Военные порты Кольского полуострова гудят от подготовки к крупнейшим с момента падения коммунистического режима учением российского военно-морского флота. Участвовать будут более 30 слов, включая 6 подводных лодок. Громадная атомная подводная лодка надвигается сквозь ледяные воды Арктики. Это Курск. Гордость русского флота стоимостью в миллиард долларов. Созданная для нападения на боевые группы американских авиамесущих кораблей, подводная лодка является современнейшим достижением российской обороны. Подводная лодка оснащена двумя ядерными реакторами. Ее длина составляет 150 метров. Высота сравнима с шестиэтажным зданием. По размерам она почти в два раза превосходит реактивный лайнер. Команды царит оживление. Курск не выпускал торпеду около двух лет. Ширина учебной торпеды 65 сантиметров. Длина 11 метров. А вес 4,5 тонны. Команда называет эти большие торпеды толстушками. Как и у всех учебных торпед, в их передней части нет боеголовок, только груз, уравновешивающий снаряд. Он приказывает задействовать гидролокатор, чтобы вычислить расстояние до цели. Во время прохождения территории учения боевая группа будет обстрелена шестью подводными лодками. Курск, 2-й по очереди. 11.17. Командир отдает приказ снизить скорость до шести узлов. Инструкции передаются в кровавую часть подводной лодки, где в центре управления передней установкой. Дмитрий Колесников знает, что такая низкая скорость означает, что командир готовится отдать приказ свою узкую торпеду. 11.20. Толстушка, наконец, перемещена в нужное положение. Когда торпеды закрываются заслонки между торпедой и системой наблюдения, устанавливается электрическое соединение. Сейчас 11.27.30 секунд. Командир в последний раз смотрит в перископ. Курск готов к выпуску первой торпеды по боевой группе противника. Взрыв. Ударная волна проникает в командный пункт. Команду швырнула на пол. Помещение заполняет гидобитый дым. Сейчас Курск балансирует на острие ножа. Имеющие на борту примерно 100 тонн взрывчатки, 24 кроватые ракеты и 2 атомных реактора подводную лодку Курск от атомной катастрофы отделяют несколько секунд. Взрыв разносит торпедный отсек гигантской русской подводной лодки Курск. Взрывная волна дается по всей длине лодки. Несмотря на серьезные ранения, капитан знает, что единственная возможность спасти корабль как можно скорее всплыть на поверхность. Он приказывает команде выполнять аварийный выброс. Аварийный выброс? Но ответить некому. В 7.45 утра в понедельник 21 августа, через 9 дней после потопления, водолазы наконец смогли открыть задний спасательный люк Курска. Но когда они открывают нижний люк, обнаруживают, что подводная лодка затоплена. Все 118 человек мертвы. Первым найдено тело Дмитрия Колесникова. В его кармане обнаружена записка. Она содержит список фамилий, 23 человек, переживших взрыв и погибших в 9-м отсеке. В записке он прощается с женой. Улечка, я тебя люблю. Набережи Васильева. Моим Васильевым привет, моим привет. Неделый. 12 августа, 15 часов, 15 минут. Отчаялся мне Колесниковой. Дмитрий Колесникова. Дмитрий Колесникова. Дмитрий Колесникова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 утомилась хотят все про то что нам рассказывали вот надо а почему-то не рассказали нам про этот а про булгарию да так и здесь я хочу посмотреть что-нибудь люси подарить ой зачем кошка хочу икону так сейчас что-нибудь найдем 300 рублей вот это